Витебске 11 октября ко Дню Матери провели круглый стол. Он прошел в формате Всемирного кафе. Участники обсудили наиболее важные вопросы, которые волнуют женщин-матерей. Подробности репортажи Инна Ширкевич. Круглый стол организовали в Селитариальном центре социального обслуживания населения Первомайского района Витебска. Папа-мама плюс. Так необычно звучала тема встречи. Женщины разных профессий, которые работают в организациях, предприятиях, учреждениях образования и здравоохранения нашего района, собрались для того, чтобы поговорить о материнстве, о важности такого понятия, как быть мамой. Данное общение позволит поближе узнать те проблемы, те пожелания от матерей нашего района. Сегодня присутствуют представители, помощники депутатов национального собрания, чтобы продвинуть идею социальной поддержки матерей. Сегодня есть возможность высказаться. И сегодня есть возможность, самое главное, наверное, сказать слово благодарности тем мамам, которые присутствуют на данном мероприятии. Проект проводился в рамках программы «Недель устойчивого развития 2017». Одна из ее целей – продвижение гендерного равенства. Безусловно, очень важно обсуждение ролей в семьях, ролей женщин, мужчин и ту важность, тот вклад, который вкладывают женщины в развитие наших семей. И, конечно, мы стремимся к тому, чтобы гендерное равенство в Республике Беларусь сформировалось и развивалось. Среди гостей встречи – представители руководства города и района, учреждений здравоохранения, органов ЗАГС, а также священнослужителей Православной Церкви. Они поднимали наиболее актуальные проблемы, которые волнуют женщин-матерей. Участники объединились в четыре группы по несколько человек. Каждая из них находила решение по поставленным вопросам. У команд были свои темы для обсуждения. Они затронули такие направления, как государственная поддержка семей с детьми, юридическая помощь, жилищная политика, гендерное равенство матерей и отцов. Особое внимание уделили вопросам самореализации женщины-матери в обществе и медико-психологического сопровождения женщин на разных жизненных этапах. Мы обсуждаем вопросы психологической поддержки подростков, женщин, зрелых женщин на всех этапах жизненного пути. Что должно делать общество, что должна делать семья, что должна делать школа, в больницах какая должна быть поддержка девушкам, женщинам и бабушкам, скажем так. Мы с этой группой разговаривали о том, как возможности женщины-матери для самореализации в нашем обществе. И естественно вопросов было много, и разные они были с точки зрения мужчин были одни, с точки зрения участников женщин другие. Но мы пришли к одному очень важному мнению, что женщина-мать, во-первых, как мать, она себя может реализовать всегда. Женщина-мать может иметь одного ребенка, двух, трех деток. И что самое приятное в нашей беседе было, что это при желании женщины, это не помеха для ее самореализации в обществе. Наработки группы передавали друг другу. Для этого основной участник команды переходил за соседний стол. Новички пополняли списки своими идеями. В ходе встречи каждая группа обменялась мнениями по выбранным темам.